В пятницу вечером над Харциском пронеслась настоящая буря. Скорость ветра в порывах достигала 18 метров в секунду. По счастью, ураган хозяйничал в городе недолго, но все же успел в буквальном смысле наломать дров. Следствием разгула стихии стали десятки поваленных деревьев, а уже облетевших раньше срока листьев и сломанных веток и вовсе не счесть. Несколько микрорайонов Харциска в пятницу вечером предсказуемо остались без электроснабжения. В субботу многие коммунальные предприятия города вынуждены были заниматься авральной работой по восстановлению линий электропередач и освобождению проезжей части некоторых улиц от завалов. В нашу рубрику «Очевидец» на электронную почту телекомпании и в группу ТВ-сферы в соцсетях несколько харцезян прислали свои видеосюжеты, запечатлевшие последствия урагана. Теперь уже не студенты, а дипломированные специалисты. 29 июня документ о среднем профессиональном образовании получили выпускники Харциского технологического техникума. 90 парней и девушек еще несколько дней назад защищали свои дипломные проекты. И вот теперь они выпускники. Они внесли большой вклад в развитие материальной базы техникума. Многие из них участвовали в различных конкурсах, победители. Практически эти ребята создали техникуму «Хорошее имя» у нас в Донецкой Народной Республике, потому что было достаточно большое количество побед и призеров на различных республиканских конкурсах. Создали буквально новые лаборатории, создали лабораторные стенды, оборудование. Все оно действующее, высокотехнологическое, на современных программах, микроконтроллерах. В одной большой компании выпускников 2018 года и те, кто пришел в техникум после окончания 11 классов, и те, кто подавал документы в 2014 после 9 классов. Учебный год тогда начался на месяц позже, 1 октября, из-за боевых действий на Донбассе. Прилежное обучение в техникуме позволило ребятам получить профессию электрика, сварщика, механика, металлурга, документоведа, архивиста. Мы выдали всем направление на работу, всем с первого по последнему студентам. Значит, предложений по республике много, многие уже во время практики работали, получали зарплату на производство. Значит, одни строят свои планы у нас в республике, продолжать работать, учиться. Ну, приблизительно 35% поступают на дневную форму обучения студентов. Но частично, в связи с тем, что уже работают или получают направление на работу, им эта работа понравилась, будут поступать на заочную форму обучения. 50 человек защитили свои дипломные проекты на оценку 5. 26 выпускников справились на 4. И это неплохой показатель, отмечает директор техникума. Красный диплом или же свидетельство с отличием в 2018 году получили 15 выпускников Харцизского технологического. Харцизский горгаз продолжает очень специфические, но необходимые работы по замене анодного заземлителя. В минувшую пятницу бригаду службы электрохимзащиты со специализированной техникой можно было увидеть на улице 40 лет освобождения Украины. Работы проводились в рамках подготовки к предстоящей зиме для бесперебойного и безаварийного газоснабжения в городе. Харцизское управление по газоснабжению и газификации, в частности служба защиты подземных газопроводов от коррозии, производит капитальный ремонт анодного заземлителя. Вырыт котлован глубиной 1,5 метра и длиной около 15 метров, куда будет положен анодный заземлитель для бесперебойной поставки газа потребителям, в частности в этих домах. Подобные работы по защите подземных газопроводов от коррозии, по словам Евгения Дьяченко, харцизские газовщики уже провели в Уловайске и Зугрессе. Каждый год производятся капитальные ремонты анодных заземлителей, примерно 3-4 до 5 анодных заземлителей в год. Это имеется в виду по Большому харцизку из Угрессы, Лавайский харцизк. И будет в этом году проведен капитальный ремонт катодных станций, то есть будут заменены катодные станции на новые импульсные, электронные. Непосредственно замене анодного заземлителя предшествовала предварительная организационная работа. Согласование на проведение земляных работ, подготовка тяжелой техники, экскаватора и крана, соответственно, как и планировали коммунальщики, выполнить весь объем работ им удалось за один день. Уже третий год подряд в детских садах республики реализуется социальный проект «Дружи со спортом с малых лет». С октября 2017 года и по май 2018 по информации Министерства науки и образования ДНР в проекте приняли участие 143 учреждения дополнительного образования. Среди них и 19 садов Большого харцизка. Наша съемочная группа побывала не менее чем на 10 мероприятиях, проведенных в рамках спортивной программы для детворы. Это были спектакли, семейные соревнования, интеллектуальные сражения и конкурсы рисунков. В общем, все то, что помогало решить главную задачу проекта – с малых лет привлечь ребят к систематическим занятиям спортом. Активность детских садов Большого харцизка была отмечена в ходе подведения итогов программы на уровне республики. В результате дошкольному учреждению «Чайка» удалось завоевать почетное второе место в номинации «Спорт, задор, напор, игра, олимпийская пора». Особенно был отмечен маршрут здоровья «Теренкур», организованный во дворе «Чайки» и спортивный праздник «Плавай, ныряй, здоровье прибавляй», который был проведен в городском бассейне. Третье место в итоговом рейтинге внутриведомственного конкурса было отдано Зугресскому детсаду «Ромашка». Всего в проекте было задействовано более тысячи ребят, посещающих детские сады Большого харцизка. В минувшую субботу на спортивной площадке Харцизского профессионального лицея состоялся открытый турнир по стритболу. Стритбол – уличная версия баскетбола с упрощенными правилами и командой из четырех человек. Трое игроков на площадке, один запасной. Продолжительность матча составляет не более десяти минут. «Четвертый год подряд мы проводим открытое первенство города по стритболу в памяти Виталия Кимошенко. Сегодня участвуют у нас 10 команд из городов Янакева, Харцизка и Макеевки. Большое спасибо организаторам Борису Будыке и Борису Русакову, которые ежегодно проводят такие турниры и приглашают очень много команд. Без них этот турнир бы не состоялся. Тем более Виталий Тимошенко являлся другом этих ребят». Идея проводить турнир по стритболу, по словам организатора соревнований Бориса Будыке, родилась пять лет назад. Так спортсмены решили увековечить память своего друга, идейного вдохновителя и бывшего начальника отдела физкультуры и спорта Харцизка Виталия Тимошенко. В этом году специально к первенству была обновлена баскетбольная площадка профлицея. Установлены новые щиты и кольца, сделана разметка поля. Лучшие спортивные квартеты ожидал вполне существенный по местным меркам призовой фонд. «Призовой фонд 10 тысяч рублей. Он раскидывается на первое, второе, третье место. Плюс будут конкурсы трехочковых бросков. Лучший игрок этого турнира – это MVP. Первое место получает 5 тысяч рублей, второе место – 3 тысячи, третье место – тысяча рублей. Плюс по тысяче трехочковых и MVP». В итоге конкурс трехочковых бросков выиграл тренер детско-юношеской спортивной школы номер два Артем Брунько. А лучшим игроком был признан Владимир Орленко. Команды на условном пьедестале почета расположились следующим образом. Третье место заняли игроки Харцизского фрешбаскета. На втором – маршал, первое никому не уступили прошлогодние победители турнира «БК Харцизк». 3 июля 1924 года родился Владимир Осипович Войтинский. Уйдя добровольцем на фронт в звание рядового, он к 1944 году стал капитаном армейской разведки, а затем был переведен в СМЕРШ. Именно опыт фронтового контрразведчика и позволил Владимиру Осиповичу ярко и убедительно написать повесть в августе 1944-го. К тому времени он уже носил фамилию Богомолов. Экстренное потрошение вражеской разведгруппы, заброшенной за линию фронта, в целях получения информации ввело в оборот устойчивый фразеологизм «Момент истины». Кстати, мы все оказались в какой-то степени в тылу циклона, за линией холодного фронта. Поэтому завтра, 3 июля, по сведениям агентуры, ожидается малооблачная погода с температурой воздуха около 27 градусов, ветер юго-западный 5-8 метров в секунду. Ночью малооблачно, температура воздуха понизится до 17 градусов, влажность 65%, северный ветер 4-6 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин